всем привет с вами чуть грим будет не сказал всего привычка осталось черный доктор мы продолжаем играть ведьмак 2 лица пиролей что ж прибыли мы вчера суши серии во фрозе ну как прибыли не сбежали из тюрьмы замок спалили и так далее пора бы уже его флот замокрается сейчас увидим одного проблемного человека нашего старого знакомого который опять вляпался по самому не могу она всегда такая ну относительно я уже привык пошли оба тимирского специального отряда стёгана продадим есть вести от твоего таинственного информатора гавань закрыта некоторые купцы торчат тут больше месяца но через лес ты всегда пройти можно в лесу удачи удачи через платье так засекаем время ничего очень 300 минут все любые лица ты знаешь где мы очень смешно ты знаешь кому принадлежит этот лес может ее риту я знаю о долине понтера больше чем ты думаешь и мне известно что фолькест отобрал эти земли у димовен до несколько лет назад полагаю ты тоже принимал в этом участие на сколько лет надо чтобы такие деревья выросли на это интересно хренел сейчас такие деревья сейчас нет вряд ли нам пишу слышите я хочу там узнает я не был в лесах амазонки и в сибири не был в сибири сосны не меньше размером вот это же наш товарищ это вернан роше последние четыре года командовал особым подразделением служит королю тимири лично отвечал за усмирение пред горе махакама охотник на эльфов в столида что любил на детей дважды награжден за проявленную отвагу юр вид самый обычный коротко ясно я так ждал нашей встречи строил планы готовил ловушки а тут пожалуйста ты сам явился в мой лес ты помог убить моего короля король или бродяга разницы нет одним тхой на меньше обычно что есть с каких это пор белки пользуются услугами наемных убийц дхоины на службе скайта или низкого опустим не совсем наемный убийца можно его и так назвать но он не тхой на дело не в россии но война идет именно из-за нее у нас острые уши у вас округлые мы живем долго но нас немного вы плодитесь как кролики да на счастье быстро дохните каждый пытается доказать что его уши лучше и ради этого люди и эльфы режут друг друга четыре сотни лет еще вашего за формы ушей еще ваша высокомерие играет вашим то что вы эльфы вы высшей расы и так далее вы это в каждой игре в каждой игре эльфы думают что они лучше чем люди очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами правду дело не в расе да и не в свободе даже месть тут ни при чем вы здесь только потому что кто-то очень влиятельный так захотел тот кто вас использовать и неважно корона у него волшебная палочка или он заправляет богатой гильдии одно знаю точно не ваша свобода не ваши уши его не волнуют у вас уже была похожа история с нильфгардом было бы и сейчас она повторяя книгах было это или может быть я ошибаюсь ошибаешься никто больше не будет использовать sky то или вот и хочешь убедить меня самого себя или твоих лучников которые прячутся в кустах услышала тихи и раши косой ты бабочки баг уж это поможет чего же мне нравится в этой кривой мечи папа ну молодец знала ведь куда идем а займись лучниками они уже близко бы нам и так идет в капюшоне пути заклинание еще держится не отходи что происходит мотыльков у нас больше не будет так что сваливаем на корабль спускается пощупал уже да где только можно и каши а мета чуть что-то мне везло 33 оглушение подряд не надо и посмотреть нам не посмотреть я почти поверил что мы выберемся трис барьер исчезает трис еще немного магии еще капельку убей да никого же нету по убивать аж это чё у кук пошли до магия в ведьмаке это делаю тонкая даже слишком единственного которого я знаю это франциско фидобаир интересные у них руки блин на дальние дистанции так понимаю на близкие тетива такая или это чтобы броню побивать вы знакомы довольно близко только он уже не помнит потому я и застал его в расплох когда убивал фольтестар не бойся эльф я знаю и геральта его слабости а он к сожалению не помнит блин единственный тип плюс ну да пока до времени даже если бунтя узнал чу блудка много магии разом от этого и умереть можно ты видел до убийца и ерет живые вы кто значит вы кто будете я ведьмак купец покалейщик покалейщик им грозный влезь император не вкарда добрый человек сразу виду тупой солдат смерти будь любезен покажи где тут можно отдохнуть можем и все объясним если нужно ваша правда на рынок идите может и на казнь поспеете смучьянов вешать будут краснолюда и бардка борода и сесси там еще корчма бордель отдохнуть можно бордель это самое важное будь здоров купец покалейщик подозритель мг ван ремли самый самый император при помощи тупые стражники сичок дали его вообще у меня было яблочко ппс упал мне нравится почему до 40 по-моему солянка готова перед тобой мастер своего тела молчи женщина хоть помешал бы я никогда ничего не перемешиваю я создаю новые оттенки вкуса не давай-то пожар своим детям он у весел веселые лютик золотом лютик мой агент зашибись прекрасно идея есть импровизирует без крови мы постараемся 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 геральт геральт ты здесь спаси меня как вовремя да скажи почему статья приходится спасать объясни пожалуйста а то что за что их казнят за виду они не слишком грозные так они с белками якшались девки скотаельские а лютик что тоже эльфский шпион а вот его за распутство вздернут за что за что я даже охренел повесить за распутство так в приговоре сказано а приговор ваш милс ведьмак это вам ничто не будет чью жену опять оприходовал люди я раньше не слышал чтобы в славном королевстве тимерии вешали за распутство здесь во мне нильфгард иди к отсюда во чудной а то я за себя не ручаюсь забаву не угрожаешь и чудной а дело говорит я вот тоже бабу потискать не прочь так что ж и меня в петлю тащить господин стражник нам тоже пару раз захаживал только без распутства иди отсюда вагарвена тут и не бардель и я пойду только скажу что охота то у него была да вот остановите казнь рифмоплет должен висеть и будет висеть здесь город порядочный а пледям и ведьмакам слова не давали следите что говорите господин стражник ведьмаках я не разбираюсь а вот горвена папа порядочная надо заткнуть шайлов все мамка тишина твою жену что ли приходит слушайте у этого вояки божьим попущением яйца гниют углам не пасть шлюха ты же не станешь бить женщину женщину нет ох тыж она иди сюда скотина а ты что выродок хочешь в петле сплясать вы все смотрите граждане сражается на ту хорошо девочку то за что но дальше развлечение буду да у палач да и вот люди дальше говорите что раньше типа без видео игр люди не были такие жестокие ну ну на легкой пост что тут такое мать его скотина пришла спрашиваю что это вы тут вытворяете зубы что люблю стой спокойно и руки держи на виду пожалуйста на помосте либо в петле висят либо речи говорят а ты что выберешь с кем имеют честь беседовать ты тут командуешь ах да простите забыл представиться бернард лоредо комендант флотзема будем знакомы у кого сдали нервы твои люди первыми начали драку мне то что за дело они начали ты закончил я должен был защитить друзей так ты их отпустишь но и компания у тебя ведьма я не виноват отпущу-ка я вора какие были спокоить какие бушевки вот можно было его повесить одино и вешал воров я могу устроить еще одно представление на этот раз кровавые и без публики или мы договоримся в смысле дай мне минуту слушайте все наверное каждая из вас слышала трагедии случившиеся во время осады замка лавалетов опа к сожалению это не ложь король фольтест убит скорее всего к этому приложили руку с каэтаэли и раше стоит слушает даже король не может чувствовать себя в безопасности поэтому сегодня на улице флотзема выйдут вооруженные патрули объявляю военное положение ждите указаний готовьтесь к бою мы будем мстить со нашего короля у вас эльфы перестреляют собаку в лесу отличная речь мог бы прямо сказать что фольтеста убили нелюди мои подданные и так знают своих врагов в этом лесу на минуту отвлечешься и ты уже труп зато в городе нелюди сидят тише воды пока что мере поспокойнее чем ублюдки из леса а вот если сюда все таки пролезут с каэтаэли с нас всех шкуру спустят поэтому передышек здесь не бывает расслабишься и конец а с ними что казни не будет пока что скажем я решил пересмотреть их дело виселица не место для беседы поговорим у меня твоих приятелей я освобожу но из города их пока не выпустят жду тебя вечером приходи как стемнеет раньше я буду занять а кстати добро пожаловать во флотзам ведьма спасибо ты очень великодушный они правда хотели нас повесить я я не знаю я же не хотел сжигать башню все в порядке людям шок для вот сюда мы у тебя в долгу ведьмак спасибо тебе а теперь в тракте пойдем лютик выпьешь полегчает заодно расскажешь о местных нравах ханжестве и распущенной ха-ха-ха рассказом эх золтан братан ты наш маленький доска объявлений может есть что интересное давайте почитаем заказ на эндрегат перед лицом глазок кого представляет тварь эндриганами называемый заботясь о жизни благополучие долгожители городов он бернато рыда решил назначить награду за учреждение умных чудовищ храблец как ты складно написал а накеры наверное за что он называется накеров накеры есть извещение помилования Димитра ага знаем эту скотину заказ на тролли о есть парикмахер он-то мне и нужен скоро будет что это там это спонят и пошли в трактир о какая хорошая картинка это я с вами доброго дня Борис чё ребята айда посидим спасибо а а а бледновато четко чародейство бывает утомительным но уже все хорошо рада тебя видеть бородач что здесь вообще происходит месяц тому назад вы собирались ехать на свадьбу золтана все похерилась свадьбы не будет а фольтости слышали слухи мчатся быстрее ветра я хотел бы знать правду а ветра и сплетни мне от одного места вот ответ это я уважаю правда что там был дракон и кто теперь правит тимерий тише лютик а то подавишься вот именно тише тише а то сплетни ты гораздо распускать дракон а что дракон там появился дракон больше я ничего не знаю ну откуда лавалеты взяли дракон говорят это огромная скотина дралась за них вот именно драконы обычно не интересуются политик может у него логово было рядом и он почувствовал опасность этот дракон интересовался фольтост мог бы и не взять замок что тут гадать ну если бы я там не было его убили конечно если вообще там не было они бы замок вообще бы не взяли что случилось регенриксы сорвали помолвку какой-то трехнутый хер разболтал что я поучаствовал в заварушке в зиме мой несостоявшийся тесть видишь ли не желает принимать семью бунтовщика простофилю эрозию эй трактещик где наша водка по порядку мы дошли до махакама через неделю после смерти великого магистра купили золтану сногсшибательный костюм двойку башмаки от гальюна и здоровый в мой кулак жидеид в подарок эвдори накушались мы тогда изрядно лютик еще устроил для меня мальчишник в храме любви тесные врата на следующий день мы были у бригенриксов поздоровались побеседовали немного о превосходстве махакамской горнопроходческой мысли и сели за стол и когда мне уже казалось что я постиг все тайны горнятского мастерства подали суп тихо сделалось как в могиле и тут старый бригенрикс говорит настоящий краснолюд обязан в шахте работать а не гоняться за славой на войне не поверишь геральт ему в знак отказа подали черную похлебку как у них принято черная была как смола вот тебе слово должно быть на угле ее готовили охренеть а теперь поедим говорит и выхлебал целую тарелку этих помоев жестоко хозел старый чтоб ему эта его шахта на башку обвалилась жестоко с каких пор ты работаешь на роше эй никто и слова не сказал когда ты спасал Тимерию от великого магистра и его мутантов а я и не говорю ничего я просто спрашиваю можешь сделать что хочешь женилку ты отрастил уже ну ты сказал смейтесь смейтесь в кои-то веке я решил сделать что-то полезное и поэтому раньше ты шпионил на Реданию а теперь работаешь на Тимерию знаешь кое-кто назвал бы тебя предателем ой одной поэзии сыт не будешь я гражданин мира и потому считаю что до тех пор пока не служу императору Эмгиру ничего плохого не делаю оставь его в покое Геральт Геральт пошпионит и перестанет его быстро наскучит сам знает первого что я скажи да Лореда говорил что ты работаешь на Скайтаэлли это правда Золтан Геральт ты меня знаешь я разными вещами занимался в жизни но бандитом никогда не был Скайтаэлли себя бандитами не считают только я то не Скайтаэль вот именно Рис расскажи кто теперь правит ты у нас эксперт ну ты же была на самите древние семейства начали открытую борьбу за власть барон Кимбольд и граф Моровель в том числе после убийства пока Геральт сидел в тюрьме отдыхал приятельные магнаты собрались на поле недалеко от замка лавалетов чтобы выбрать нового правителя продолжалось это три дня и напоминало скорее базар чем дворянское собрание только торговали там конторами должностями сферами влияния и привилегиями у нас прям люди было несколько поединков двоих отравили а короля так и не выбрали мы были на волосок от гражданской войны а где чародеи а что у нас с чародеями вот именно куда делись эти умники когда они действительно нужны их не пригласили но именно благодаря чародеям а скорее нескольким влиятельным чародейкам удалось предотвратить коронацию барона Кимбельтон я как-то пел у него при дворе он не заплатил жратва была дрянная если он станет королем я уеду из тебя невелика потеря веришься ух а решили что-нибудь или как всегда как всегда одна надежда на Яна Наталиса аааа героя битвы под бренной доверенной фольтеста да во время переговоров он был в нескольких днях пути от земельного летов с двумя тысячами ратников нет ян Наталис должен поддерживать мир а лучше войска а потом появится законный монарх правление может прийтись ему по вкусу не думаю Наталис воин он не годится во властители и не хочет быть королем но его поддерживает армия именно поэтому он в состоянии обеспечить мир шаткий и ломкий на все лучше чем гражданская война кроме того у него солидные долги в краснолюдском банке главный пайщик которого Филиппа Эльхард чародейка сам этот кто любит властью заупотреблять чародейка ладно хватит политики убийца ждал фольтеста в башне где лавалеты укрыли детей и он отлично знал что делает а ты как там оказался я охранял короля после первого покушения фольтест начал считать меня чем-то вроде живого талисмана приказал быть рядом во время битвы дракон отрезал нас от остальных войск убийца прикинулся монахом к тому же слепым он позволил королю встретиться с детьми подождал пока я отойду и перерезал ему горло от уха до уха как он ушел прыгнул из окна в реку хоть в реку все было продумано и подготовлено и поэтому ты гонишься за ним из-за того что он убил короля в убийстве обвинили меня я должен снять себе подозрение кроме того я успел заглянуть ему в глаза прежде чем он сбежал это был ведьмак а потом появились бравые эти мерзкие стражники я получил по голове и отключил или не по голове да шухер люди спасайтесь а кто может чудище идет там кто-то применяет магию кто-то применяет магию чудище зубы что ли опа что ж ты за чародей что ж ты за чародей я с тебя спрашиваю слышишь чего тебе люди гутарят чего ж ты ему не помогла он же жив чудище его едва под воду не утянуло а ты током и знай пялилась как баран на сраные ворота попридержи язык ну ладно где чудовище вон и я спрашивайте геральт значит мы знакомы ворон ворону глаз не выплете утопите скажем так я много о тебе слышала мил здарь ведьмак зосика нашего чудища едва на дно не уволокло а вы теперь чей языком трепать будете зосик жив на дно не спешит а вот чудище вашего что-то не видать ты к нам лучше с уважением не то я тебя никакого следа не останется даааа ну что ты говоришь я уже устал от твоей болтовни убирайся отсюда я-то это ты убирайся с флот зама приблуда а ничему вы не учитесь а людишки ну сейчас будешь зосиком рядом лежать чему бы сказать что тут живучи бля геральта в воду его о красава то что по лицу пнул это красава пусть отдохнет прошу прощения что помешал меня зовут людвик мерс я занимаюсь вопросами чудовищ во флотзами посему хотел бы спросить не возьметесь ли вы решить проблему так называемого кейрен чудище которое перекрыло всю торговлю на реке ну так что ведьмак будем работать вместе обычно я работаю один я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь рыбка или пипка как говорят местные ладно я согласен по вопросам награды прошу обращаться к купцам в доках госпожа де танцервиль как мне кажется уже провела предварительные переговоры именно так в таком случае не смей более вам мешать дальше когда ты наконец меня представишь шала де танцервиль советница королевы зулейки из ковера очень далеко еще за морем это правда у меня были сомнения стоит ли кейрон такого путешествия но увидев его сегодня я окончательно убедилась что стоит ты приехала сюда за ингредиентами трисмеригольд догадлива как всегда ты имеешь в виду глаза тролля яд гуля кровь девственницы все эти отвратительные субстанции которые мы получаем ты лапшу на уши вешаешь и бросаем в котел во время шабашей так ведь трис о да девственницы вид на грани вымирания очень смешно трис ну хватит шуток геральт ты видел щупальца что ты об этом думаешь тварь наверно огромная жила себе в каком-то притоке понтера охотилась потом подросла и стала искать новые источники пропитания и открыла для себя вкусные барки полные жирных купцов вот именно цедрик говорит что кейрон пришел сюда из северных болот с месяц тому назад цедрик эльф бывший склета эль странный тип но неплохо знает окрестные леса и все что их населяет мне надо осмотреться кое-что разузнать проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов вроде того поговорю с купцами о награде навещу сэдрика и дам тебе знать я буду в трактире я сняла комнату наверху там бордель спасибо что предупредила джосик уголе уголе видите 4 таланта походу придется это сделать все другая ветка открылась ну конечно так поговорить с купцами не делай свободно нет с вечера до утра седай у меня к тебе предложение слушаю приветствую тебя ведьмак я еще одну формулу и ты мог бы мне очень помочь я не травник я знаю кто ты что мне придется делать у одного лавочника есть рецептик почему ты сам к нему не сходишь он торгует благовониями одно из них находите особенной популярностью по-моему то что он продает вредно а рецепт мне нужен как доказательство этот мерзавец прознал о моих планах и бережет рецепт пуще ока но ты ведьмак знаешь разные способы посмотрю что можно сделать так дальше пошли потихонечку серия полный разговоров у нас сегодня получается здесь беседы так беседы зато в следующей серии пойдем уже в лес послушай пошел что ты говоришь как резанный бажан о так забирай вот это это доспех воронов пришлось продать мусор что у тебя есть с этим из брони ну вообще смысла покупать по сути не вижу я рецепты затронул есть интересненькие но это по чему тоже нет ну ладно спасибо торговец а где тут здрасте неприятного аппетита а да так не 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 а результатов никаких только я ведьмак попросила меня помочь а кто тебе платить то будет ты как раз это я собирался обсудить чародей чародейка должна была сама управиться мы работаем вдвоем значит стоим в два раза дороже ты наверно шутишь не понял ты заплатишь нам в два раза больше того что обещал госпоже де танцервиль хорошо вы люди серьезные лишнего не запросить договорились расскажи что ты знаешь о чудовище это ж ты здесь ведьмак чири тебя задели чири я в этом не разбираюсь а кто может о нем что-нибудь рассказать может этот стукнутый эльф эдрик он много о монстрах знает где его искать в деревне под стенами а теперь оставь меня в покое в деревне в деревне под стен звери одно слово дикие звери у меня на дно тут о я вижу проблемы сейчас будут да ребята ну вот предчувствие меня не обмануло стоило заглянуть в эту дыру убийца фольтеста собственной персоной как дела как здоровье спасибо не жалуйся не жалуйся безмерно рад знаешь новые зимы путь далекий я не хочу тут долго возиться я и так на тебе много времени потерял ну счастливого пути что тратить время на разговоры слушай шутник живой ты стоишь больше но если будет надо ты и мертвым сгодишься что выбираешь ну попробуй меня убить брось меч и подними руки иначе я не ручаюсь подойди и попробуй меня убить хм это его ищут живо ребят зараза никто не оглушается опа что-то бандиты жесткие о лежи я пока с этим разберусь какой-то кофе разбузгал давай иди сюда я отойду сзади и просто тебе со спины ах покачать немножко зараза а 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 заколебали а а а а а а разыственная грамота навыка известно всем и каждому что ведьма Герат родом из северевии есть убийца подсказать имели как убийцу изменника она в геральтон лежит 5 загруза и пандач награда парень же плата получит тут оставит только в голову кроме того награжден быть всякий кто сообщит о месть пребывания но и внимание как может быть очень опасен как бы вам сказать всем ребята герой то не из реви о встречались посеместра безвладели континент до кони огонь был погибли до городов по драконе аппетит и груза для первых колонизатор против этих мостов ходили сходятся черодей для борьбы с ними создавали ведьмаков сейчас драконы почти вымерлись вывелись еще встречаются белохосты и ацетизики на сравнении с драконами смотрится как так же как черночный кот на фоне в тигра бестии эти были выбиты профессионалами в воде зимитых рубайл и скринфлота архимическая получаемость в тело относится к числу самых дорогих на рынке пользуются за свою вещь и просто очень островок он состоящий ребята сидим милс дарь это вы геральт из риви да кто спрашивает большое спасибо за то что вы сделали у замка лавалет вы спасли нашу семью примите этот скромный дар спасибо спасибо да хранят вас боги люди выберись смотри-ка ведьма геральт по прозванию белый волк тип того нет я местный работяжка талер предупреждал что у тебя кто бы говорил прислал талер он самый мне сюда по делам нужно было съездить так он мне все капал на мозге пока я не согласился передать тебе кое-что на словах и посылку в придачу давай посылку давай сверток бери одной заботой меньше ну какой из меня не нервы некудышные язык за зубами дождя послание и что талер хочет сказать слово в слово слушай сука во всем роше потому как он патриот хоть и хер моржовый стервятники уже кружат над трупом фольтеста но я справляюсь достанет их пидоров и сам постарайся не сдохнуть и этот как его подскриптум в замке ты облажался удачи передавай талеру привет непременно сам дракона он не дал что это а рецепт си паукообразная хочется в одиночку они теплево ждут за добычу а завидев ее способны одним на письмо касается глаза боли страшно подожди как открыть дневник чудовище голова-глаз и дракон только да блин эндрига на нужны и нужны эти на кира книжку почитать стопы 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 хочу дальше еще немножко убежаться приветствую дай взглянуть на твои товары прошу смотри сколько угодно мое имя афера ванте я купец прошу простить мое любопытство на разве тебя не надели убить кейрана этот городишка мне окончательно постелил и я буду рад уехать отсюда при первой же возможности лорадо выпустит купцов только тогда когда захочет похоже вы ему для чего-то нужны как так он что собрался устроить здесь международную ярмарку я подданный короля дима венды кроме что дима венд мертв а теперь если позволишь перейдем к делу похоже в ближайшее время мне уехать не удастся ребят день добрый можно тебя на несколько слов давай некоторое время назад мы создали алхимическую субстанцию мы хотели бы испытать ее в лабораторных условиях в зиме и вот мы подумали что лучшего подопытного чем ты нам не сыскать может ты согласишься навестить нас в зиме через год-другой если будет время мы бы провели над тобой пару экспериментов не бесплатно разумеется нас интересуют композитные эффекты этого вещества большего я сказать не могу ты согласен да превосходно великолепно быть может тебя не затруднит вести дневник во время труднейший себя в руках затруднит а здесь нас живет воде пахной здорово приветствую белый волк что ты ищешь располагайся будь как дома мы встречались нет но я много тебе слышал точнее читал в письмах из ревейской диаспоры рад знакомству моё имя энер гуси я держу лавочку древности кроме того я возглавляю здешнюю общину нелюдей староста так распустить волосы разы пожар обладаясь так не люди во флотзами живут общиной не вполне но мы помогаем друг другу по мере возможности я к примеру собираю налоги и оглашаю распоряжение коменданта это делает тебя преступником в глазах гербета это точно он меня сколько раз уже предупреждал а я столько же раз отвечал что без этой работы нельзя все впустую сытый голодного не разумеет он работает мечом я пером нам друг друга не понять раньше полегче было а потом пропали без вести несколько эльфских девушек мы перестали доверять людям а белки перестали верить нам они нашлись девушки нет наверное их на киры сожрали я хорошо помню море белару тут не и жених был прекрасная была пара тут виноват кое-кто другой никогда бы не подумал что продажи книг во флотзами можно заработать здесь много приезжих кто покупает книги кто продает вот вчера к примеру госпожа шиала де танцервиль купила больше чем я обычно за год продаю и что интересного она нашла де вермис мистерис и эксетерские тракты полное издание а также еще одну весьма дорогую книгу о названии которой я предпочту умолчать должен сказать что госпожа шиала необычайно щедра сделала значительное пожертвование всеросский фонд так как и посмотреть у тебя есть мне нужны книги книги про кейра нет на киры надо эндеригады нужны пока все разрешит может так я хочу сыграть в кости сперва докажи что ты годный соперник там и посмотрим я еще вернусь за то что его не пускаю пойди он за нами так орет с кузнецом поговорю напоследок чего-то не уже знаешь мастер глядите кто к нам пришел великан кузнечного искусства нас не слышит занят не покладая рук трудиться ты как ведьмак как жизнь хорошая у вас мастерская так какая тут мастерская но за добрые слова спасибо и от мастер и от меня могу помочь что у тебя есть ничего по сути интересного нет так давайте дамы и господа на этом я серию буду завершать в следующей серии пойдем уже мочить кейра на наверно и заодно убиваем всех монстров которые здесь есть то есть на киров и эндериган надеюсь нам хватит на это сил спасибо всем тем кто смотрел всем пока пишите комментарии ставьте лайки до скорого